Казнить нельзя помиловать. После какого слова поставить запятую решала Краевая комиссия по помилованию на выездном заседании в учреждениях исполнения наказаний. О том, как решаются судьбы тех, кто приступил закон, расскажет Елена Комогорцева. Выйти на волю раньше определенного судом срока мечтает каждый осужденный. Такой шанс дает Краевая комиссия по помилованию. Но не всем. Отказы в ходатайстве перед президентом России чаще всего объясняются тяжестью содеянного и недостаточным сроком для искупления вины. На этом заседании рассматривается 8 просьб понять и простить. На рассмотрении дело о помиловании осужденного Сергея Табарова. В пьяной драке он убил из ревности соседа, за что поплатился 8 годами лишения свободы, из которых отбыл 2. В местах лишения свободы почти каждый считает себя без вины виноватым. Истинное раскаяние, по оценке членов комиссии по помилованию, редкость. Наша задача увидеть личность осужденного, увидеть, исправился ли человек, признал ли он свою вину, насколько он действительно исправился, готов ли он быть на свободе, не опасен ли он вообще для граждан, сограждан своей страны. Обращаются люди с менее тяжелыми составами преступления и с легкими. И у нас есть возможность в данном случае рассмотреть и принять какое-то положительное решение. Решение поддержать или нет прошение о помиловании принимается голосованием. И оно далеко не всегда единогласное. Но даже если чаша весов замерла на отказе в помиловании, решение не должно убить надежды и веры в прощение. Не может пока поддержать ваше обращение о помиловании. Статья у вас тяжкое преступление. И вот были бы у вас 8 лет, 2 года, 2 месяца. Срок достаточно малый для того, что мы смотрим как бы исправляем личность. Из 8 прошений на этом заседании комиссии 7 отказов. И только в одном случае осужденное отбывающее наказание в колонии поселения за сбыт краденого имущества может рассчитывать на поддержку известных в крае людей перед президентом страны. Елена Камагурцева, Сергей Мозыр, Вести Чита.